В календаре избирательной кампании осталось пару страниц. Сейчас в самом разгаре борьба за голоса избирателей. В рамках избирательной кампании продолжается досрочное голосование по выборам депутатов местных советов. На него отведено пять дней, включая субботу. Заблаговременно отдать свой голос в пользу одного из кандидатов можно с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. Так, ценную галочку в графе «За» досрочно ставят сотрудники правоохранительных органов, которые в день выборов будут находиться непосредственно на дежурстве. Все сотрудники Солигорского РУВД в настоящее время несут службу по охране общественного порядка на избирательных участках. И наша функция, естественно, это правопорядок. Несем службу мы круглосуточно. По этой причине, это основная, я думаю, причина, что все-таки сотрудники милиции будут голосовать в это предвыборное время досрочно. Ну а в целом считаю, что каждый гражданин обязан выполнить свой долг, потому что депутаты различного уровня, разницы нет. Это и районный, местный, скажем так, областной. Нужно, чтобы каждый гражданин высказал свою позицию. К слову, избиратели, которые проживают в сельском населенном пункте, для голосования получают сразу три бюллетеня. Стоит помнить, что проголосовать можно только на одном участке по месту жительства, либо пребывания. Лидия Анатольевна Клишевич, председатель Солигорского районного совета депутатов, не пропускает ни одной избирательной кампании и по традиции отдает свой голос досрочно. Она, депутат с большим стажем, точно знает, за что голосует. И сегодня отмечает высокую явку избирателей на Краснодворском участке для голосования номер 41. Это мой избирательный округ. Я проживаю на территории данного сельского совета. И, конечно, это уже традиционно, учитывая нюансы или особенности моей работы, я голосую всегда досрочно. И вот вы сегодня видели, что надо отдать должное, что люди находят время по ряду каких-то объективных, субъективных причин именно прийти проголосовать во время досрочного голосования. На данном избирательном участке проходят выборы по трем направлениям. За депутата в районный совет депутатов, за депутата в сельский совет депутатов и за депутата в областной совет. Чтобы потом, когда возникать будут вопросы, каждый избиратель после выборов мог сказать, я принимал участие и прошу решить ту или иную мою проблему. На участке номер 22 многолюдно. Голосовать приходят даже семьями. Ведь выбирают, по сути, того, кто в будущем будет представлять их интересы и интересы их близких. По доброй традиции впервые проголосовавшим дарят подарки – магниты с эмблемой к юбилею Солигорска. Как положено по избирательному кодексу, значит, мы получили приглашения, разнесли их, то есть донесли до каждого избирателя. Также информацию о кандидатах в депутаты, местных советах депутатов. Самый основной, конечно, напряженный день – это будет 18-го. февраля, потому что у нас три ящика для голосования на дому. Это у нас есть такой населенный пункт Радково, Дубей, Издышево, Стародворце. Четыре населенных пункта. Мы формируем группы, выезжаем для тех, которые изъявили голосовать на дому. Из опыта нашей работы для досрочного голосования, я думаю и очень надеюсь, что досрочное голосование мы проведем достойно. Ну а день выборов, само собой, поэтому, воспользовавшись моментом, приглашаю всех избирателей посетить наш избирательный участок и выполнить свою конституционную обязанность – проголосовать за наших депутатов.